Девушки отдыхают Но это плотоядное было не единственным хищником, доминировавшим в этой местности. У Гиенадона было два заклятых храма. Эти хищники должны были сойтись в эпической битве, выжить в которой суждено было лишь одному. Деисторические хищники. Челюсти как бритва. 32 миллиона лет тому назад. В самом начале Олигоцена, окружающая среда на планете Земля, сильно отличалась от нынешней. Более теплый климат не давал формироваться ледяным полярным шапкам. И такое место, как Антарктида, было густым сосновым лесом. Но потом климат начал меняться. Температуры в Северной Америке упали. Открытые ландшафты, огромная популяция зверей, на которых можно было охотиться, превратили Северную Америку в рай для хищников. Пауна Северной Америки была удивительно богатой. Некоторые сравнивают ее с популяцией зверей, обитающих сегодня в африканской саванне. Сейчас этих млекопитающих, которых было очень много, ни за что бы не узнали. Это были миниатюрные лошади, ростом 90 сантиметров, под названием мезогипус. Мелкие, безгорбые верблюды. И безрогие носороги. Чаще всего встречались овцеподобные звери, ориодонты. Вот это ориодонт, окаменелые останки овцы, редко овец и коз. Это было очень вкусное животное. В любой момент спокойствие открытых лугов могло смениться хаосом. Все эти беспорядки были делом рук высшего хищника того времени Гиеннадона. Вот это Гиеннадон Харидус, или ужасный, самый крупный и самый жестокий зверь, живший в Бедленде в эпоху Олигоцена. Он был королем Бедленда. У этого существа была огромная голова, сидевшая на крепком теле. Оно было куда крупнее большинства зверей, на которых охотилось. В эпоху Олигоцена все буквально кишило жизнью. В то время животных-охотников было больше, чем в современной Африке. Среди соперников Гиеннадона была соблезубая кошка под названием Дениктис. Но самым необычным было агрессивное свинообразное существо со сварливым нравом энталодонт. Борьба между двумя этими выдающимися зверями продолжалась 5 миллионов лет. Палеонтологи не перестают восхищаться удивительными параметрами Гиеннадона, но это создание остается загадкой. Изучать это млекопитающее сложно, ведь его окаменелых останков было найдено немного. Во всем мире есть лишь один полный скелет. Он хранится в Американском музее естествознания в Нью-Йорке. Лишь полностью собранный скелет, как этот, дает представление о том, как именует для дела это существо. Доктор Джим Муллетт – специалист по Гиеннадонам с мировой славой. Он занимается изучением этих зверей более 30 лет. Его челюстные мышцы были наделены огромной силой. Нагнав добычу, он быстро расправлялся с ней при помощи своих похожих на гильотину зубов. В лабораториях по всей Америке эксперты занимаются изучением этого неуловимого хищника. Окаменелые останки встречаются нечасто. Но найти верхнюю часть тела плотоядного еще сложнее. Останки плотоядных очень редки, ведь в одно и то же время их никогда не бывало много. С малым количеством доказательств, в виде окаменелости, ученым надо собрать все кусочки головоломки. Буквально по одной косточке за раз. Их у нас 13, можно посчитать. Раз, два, три и так далее. Это один из наших самых полных скелетов. Но видно, что кое-чего в нем не достает. Он не слишком хорошо сохранился, но это лучшее, что у нас есть. Это редкость, как, впрочем, все плотоядные. Он сохранился не идеально, но животные из Бедленда редко сохраняются лучше. Это Бедленд Южной Дакоты. Здешняя вулканическая почва – настоящее золотое дно для поисков доказательств в виде окаменелостей. Ведь когда-то в этом районе обитала плотная популяция доисторических животных. Эти высохшие дони рек и озер дают представление о необыкновенных природных явлениях. Возможно, тут был сильный паводок, который застал тысячи животных, врасплох и убил их. Их кости хранились в слое грязи миллионы лет. Вот это животное лежит в предсмертной позе. Оно умерло в пласте, и его тело покрыли осадочное отложение. Химические вещества, содержащиеся в грунтовой воде, пропитали кости, сделав их более крепкими и прочными. Так они смогли сохраниться в течение 30 миллионов лет. За 30 миллионов лет эрозия ландшафта была столь значительной, что окаменелости встречаются почти повсеместно. Вот эта кость лежала в земле, но в последнее время здесь часто шли сильные дожди, которые размыли этот склон, и не только его, но и весь Бедленд. Поэтому окаменелости вышли наружу из земли. Их обнажили дожди, и они стали видны. Первые окаменелые останки Гееннадона были обнаружены в Бедленде в середине 19 века. Эти ценные кости были отправлены в Филадельфию, где доктор Джозеф Лайди впервые дал описание этому животному. Он назвал его Гееннадоном, что просто означает «зуб гиены». «Дон» значит «зуб», а слово «гиена» говорит само за себя. Если бы этот череп нашел я, не обязательно, что я назвал бы его зубом, как в гиенне, но ученый, наверное, решил, что он очень напоминает гиенну и дал ему такое название. Но, возможно, доктор Лайди пришел к неверному выводу, назвав этого хищника возрастом 30 миллионов лет в честь гиены. Мы часто начинаем с, так сказать, несчастливых названий. Может, гиеннадон — одно из таких? Начав тщательно изучать гиеннадона, современные ученые не смогли обнаружить сильного сходства между ним и его современным тезкой. Между гиеннадоном и гиеннадоном родства нет вообще. Это совершенно разные животные с разными предками. Самое яркое несоответствие — это размер головы и положение тела. Если вдоль позвоночника двух этих животных провести линию, разница становится очевидной. Покатый позвоночник гиены обнажает две короткие задние лапы. Не имея возможности использовать современную гиенну, для справки ученые никак не могли понять, как же выглядел гиеннадон. Костная пластинка на небе зверя уходит за задние зубы. Поэтому, глядя на его череп, ученые решили, что, возможно, он был муравьедом. Они даже рассматривали версию о морском существе. Еще одно известное нам животное с удлиненным костным небом — это дельфин. Вот это ласт. Вы можете посмотреть на зубы. Они заканчиваются тут, а костное небо доходит до задней части челюсти. И сначала некоторые думали, что гиеннадон мог быть водным существом. Чтобы составить представление о звере, которому принадлежали останки, выкопанные из земли, палеонтологи используют знания современных животных. Но в данном случае возникает проблема. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с таким странным и необыкновенным ископаемым животным, как гиеннадон, то ты испытываешь трудности с определением того, чем оно занималось, как выглядело и бегало. Доктор Муллетт предлагает задействовать новые технологии для создания гибридной модели зверя, заимствуя компоненты похожих хищников. Они начинают с волка — животного с такой же осанкой и собакоподобным поведением, как у гиеннадона. Возьмем череп гиеннадона и голову волка. Лапы у волка гораздо длиннее. Вот почему он бегает быстрее. Их надо укоротить, чтобы они соответствовали габаритам и осанке гиеннадона. Теперь он выглядит совсем странно. Череп такой большой, что в стоячем положении голова бы тянула животное вперед. Тело волка маловато для головы гиеннадона, поэтому для создания модели тела этого зверя доктор Муллетт выбирает доисторического хищника саблезубую кошку. У саблезубых кошек было куда более крепкое телосложение. Нападая на крупную добычу, они бежали на нее почти так же, как это делает медведь. Тело саблезубой кошки гораздо больше подходит к голове гиеннадона. Есть лишь одно «но» — мышцы плеча, а это значит, что передние лапы у кошки были куда крепче, чем у гиеннадона. Может убрать этот большой горб? Конечно, дай только нарисовать вот это снизу. А можешь сделать мышцы конечностей меньше? После уменьшения мышц лап у кошки модель становится очень похожей на гиеннадона. Осталось поправить только одно — длину хвоста. И увеличь длину хвоста в два раза. Теперь это животное, которое выглядит как настоящее живое существо. Прекрасно. Гиеннадон скорее напоминал большую кошку, чем волка, ведь ему нужно было объемное тело, чтобы поддерживать массивную голову. Он бегал на коротких мускулистых лапах, которые позволяли ему быстро разгоняться. Но также обладал достаточной силой, чтобы преодолевать длинные дистанции. Теперь встает такой вопрос. Как все эти части работали вместе, делая это существо одним из самых свирепых хищников своего времени? Огромная голова гиеннадона — совершенная машина смерти. Уникальное строение зубов и пасти этого существа делают его одним из самых опасных хищников, которые когда-либо ходили по земле. Представьте, что я попался на открытом пространстве, и он схватил меня за руку. Первым укусом он переломил бы мне обе кости в руке, а потом, не отпуская, раскроил бы ее задними зубами, словно самурайским мечом. Вот это останки крупной особи гиеннадона ужасного. Около 38 сантиметров свирепого ужаса. Этот череп — один из самых крупных имеющихся черепов гиеннадона ужасного. Это просто огромный череп, а зубы такие же большие, как у гризли. За четырьмя большими смертоносными клыками была пасть, полная острых, как бритвы зубов. Чтобы наглядно представить себе, как этот зверь нападал на жертву, вообразите петбультерьера с гильотиной в пасти. У зверя был набор из восьми резцов, по четыре с каждой стороны пасти. При наличии зубов с действительно острыми краями, можно кромсать пищу на маленькие кусочки. Чем мельче порублена пища, тем быстрее она переваривается, тем быстрее она становится полезной для животного. У челюсти гиеннадона было одно преимущество, которого никогда не было ни у одного млекопитающего. На протяжении всей жизни зубы у зверя находились в идеально правильном положении. У большинства других хищников с возрастом зубы истираются до основания, и они не могут больше кромсать мясо. Потеряв способность перерабатывать пищу, они умирают от голода. У гиеннадона эта проблема была решена так, как ни у одного другого млекопитающего. Дело в том, что в течение жизни зубы у него поворачивались внутрь. Вот у этой старой особи, которой по человеческим меркам было 90 лет, режущий край проходит по корням зубов. Чтобы сохранить тесное соприкосновение, необходимое для жевания, верхние зубы поворачивались внутрь, а нижние — наружу. Судя по таким самозатачивающимся зубам, даже в старости это животное могло прожевать тушу. Даже если у животного истиралась вся эмаль на зубах, режущий край между верхней и нижней челюстями сохранялся. У гиеннадона было еще одно сокрушительное оружие — сила укуса. Этот зверь страшен во всех отношениях. В Австралийском университете в Новом Южном Уэльсе доктор Стивен Рой сделал из черепа гиеннадона цифровой полигон для измерения силы укуса его челюсти с острыми, как бритвы, зубами. Сила укуса гиеннадона была такой же, как у крупного африканского льва. Проведя краш-тесты черепа гиеннадона, доктор Ро обнаружил, что его голова и челюстные мышцы могли давать силу укуса около 270 килограммов. В задней части пасти челюсти гиеннадона были еще страшнее, так как сила укуса зубов, которыми он кромсал мясо, была в три раза больше, чем у его передних клыков. В манере убийства гиеннадона было сравнительно мало утончено. Это было животное, которое нападало на потенциальную жертву и прилагало огромную силу укуса, чтобы ее сокрушить. Палеонтологи вроде Джеффа Бойса годами рыщут по Бедленду в поисках свидетельств хищного образа жизни эпохи Олигоцена. Я обнаружил это несколько дней тому назад, но было сыро, и я подумал, что это может рассыпаться. Сейчас я попробую это откопать. Бойс обнаружил свидетельство жестокого нападения гиеннадона в месте, где большинство людей искать бы не стало. В экскрементах животного, которые также называют копролитами. Все это копролиты, окаменелые экскременты. Это копролиты плотоядных. Мы это знаем по высокому содержанию в них кальция. В копролитах Бойс обнаружил останки черепа лошади, которую убили, переварили, а потом выделили. Большинство хищников никогда бы не стали кусать череп жертвы из-за риска сломать зубы. На черепе очень мало мяса, поэтому его не трогали. Лишь у одного животного были достаточно крепкие челюсти и зубы, достаточно желания и свирепости, чтобы съесть череп, и это был гиеннадон. Явной уликой оказался передний резец возрастом 30 миллионов лет, и он был совершенно цел. Вы видите, что зубы сохранили свою форму. Наверное, он оказался в копролите потому, что гиеннадон схватил лошадь, раздробил ее ноздри и переднюю часть морда, чтобы ее убить, а потом проглотил то, что было у него в пасти. Пасть гиеннадона открывалась достаточно широко и могла обхватить череп жертвы, то есть он мог убить ее одним укусом. Пылевые исследования, которые продолжаются не один год, помогли установить саму силу гиеннадона, но о его интеллекте известно меньше. По такой огромной голове можно предположить, что у гиеннадона было достаточно места для большого мозга. Теперь при помощи компьютерной томографии доктор Ларри Виттмер может заглянуть внутрь черепа гиеннадона и насладиться необыкновенным видом этого животного, как будто она все еще жива. Но по прошествии 30 миллионов лет череп окаменел, поэтому определить истинный размер и форму полости головного мозга очень трудно. Самое сложное, это то, что мы точно не знаем, что мы должны найти. Компьютерную томографию гиеннадона проводят впервые. Доктор Виттмер обнаружил, что большая часть черепа гиеннадона была заполнена челюстными мышцами, так что места для мозга оставалось очень мало. Но он также нашел удивительную биотехнологию, которая позволяла животному извлечь максимум эффективности из этих мышц. При желании, нападении, кусании и потенциальном сжимании тела жертвы, животное должно было испытывать затруднения, так как ему большие челюстные мышцы перекрывали дыхательные пути. Чтобы гиеннадон мог одновременно есть и дышать, у него сформировалась удивительно длинная носовая трубка. Благодаря этой длинной костной трубке, которая доходила почти до самого конца головы, животное могло набивать пасть мясом крупной добычи, не теряя способности дышать носом. Это и вправду впечатляющий механизм адаптации. Мозг гиеннадона разделен на три маленькие доли, отвечающие за умственные способности, обоняние и координацию. Часть мозга, отвечавшая за обоняние, была просто огромной, и поэтому можно предположить, что, конечно, по сравнению со зрением и слухом, обоняние было куда важнее для гиеннадона, чем все остальные органы чувств. Доктор Витмер считает, что обоняние у гиеннадона было основным способом поиска добычи. Он мог идти по следу любого животного, находящегося от него на расстоянии более полутора километров. А когда дело доходило до погони, гиеннадон больше полагался на силу, чем на скорость. Вряд ли он производил все эти быстрые, точные, изящные движения, свойственные хищникам. Он, наверное, несся как грузовик, избивал жертву. В центре мозга располагалась новая кора. Судя по ее небольшому размеру, можно предположить, что гиеннадон был не особо умным животным. Но это не было недостатком, ведь 30 миллионов лет тому назад ни у одного животного не было такого развитого ума, как у современных хищников и зверей. Гиеннадон воспринимал свое окружение, не вдаваясь в подобности. Он не мог как-то сложно реагировать на новшество в среде своего обитания. Его, наверное, легко было одурачить и обмануть. Это животное было движимо скорее инстинктами, чем разумом. Кроме того, из-за ограниченных интеллектуальных способностей гиеннадоны, наверное, не охотились стаями. Вряд ли у него было достаточно ума для совместной охоты, которая свойственна многим современным собакоподобным животным, вроде волков, который действует сообща в погоне за своей жертвой. Уникальная биотехнология гиеннадона давала ему инструменты для того, чтобы стать высшим хищником. И все-таки ему нужны были различные навыки, чтобы охотиться на многочисленных разнообразных жертв на широких открытых пастбищах Северной Америки. Если бы эти навыки у него не сформировались, он был бы обречен. 30 миллионов лет назад великие равнины Северной Америки были для плотоядных вроде гиеннадона эдаким супермаркетом с большим выбором товаров. Но постепенно ландшафт становился все более открытой местностью, поэтому хищники вроде гиеннадонов, охотившихся из засады, должны были приспосабливаться к новой стратегии охоты. В одном месте его челюсти с острыми, как бритвы, зубами могли подобраться достаточно близко к жертве, чтобы застать ее врасплох и убить у водопоя. В Гедленде Южной Дакоты палеонтологи обнаружили древний водопой, который был идеальной закусочной для таких хищников, как гиеннадоны, которые охотились из засады. С 1993 года мы нашли где-то 8-10 тысяч костей. И это потрясающее количество, особенно для такого небольшого карьера. Эта коллекция костей – веское доказательство большого количества животных, убитых и съеденных тут. Очевидно, что это сравнимо с тем, что происходит сейчас в Африке. Пить надо всем, хищники это знают, поэтому они просто сидят и ждут легкую добычу. Гиеннадоны часто держались у водопоев, особенно если там была какая-то растительность, где можно было незаметно подкрасться достаточно близко к пьющей лошади и оказаться от нее в нескольких метрах. Но лошади, на которых охотились гиеннадоны, не имели ничего общего с лошадьми, известными нам сегодня. Лошадь, которая находится передо мной, известна под названием Меогипус. Это одна из древних лошадей Северной Америки. Изначально эти животные вообще были в два раза меньше этой, но во времена Большого Бедленда это был стандартный размер для лошади. Мезогипус был на две трети меньше современной лошади, и тем не менее бегал он очень быстро. У таких животных, Меогипусов и Мезогипусов не было защиты от хищников, и им приходилось полагаться на то, что они перегонят и перепрыгают своих преследователей. Наверное, самым большим испытанием для гиеннадона было состязание на скорость с лошадьми, если он пытался их догнать, если хотел настичь и поймать свою жертву. По мнению многих экспертов, из-за своего тела с короткими лапами гиеннадон не мог развивать скорость, достаточную, чтобы поймать мезогипуса. Но разве что напасть на быстроногую лошадь из засады. Доктор Джим Муллетт не согласен с этой теорией. Он организовал демонстрацию для проверки скорости коротконогого питбультерьера, современного животного, похожего строением на гиеннадон. Единственный способ собрать данные, это использовать современных зверей. Потом мы делаем выводы о том, на что были способны ископаемые животные. Физика не врет. При примерно одинаковых размерах конечности и мускулатой, сравниваемые коротконогие животные будут двигаться примерно с одной и той же скоростью. Главный параметр замеров от колена собаки до земли. Именно эта часть конечности отвечает за скорость. Как правило, коротконогие собаки бегают сравнительно медленно, но держу пари, что эта собака компенсирует это за счет развитой мускулатуры. Прибор включен, сейчас я его наведу. Доктор Муллетт будет отслеживать скорость собаки при помощи радара-детектора. Так, радар подключен. Ну же, Пеппер, давай-давай. Давай вперед. Давай-давай. Молодец. Пятьдесят восемь. Около пятидесяти восьми километров в час. А это где-то на десять километров в час быстрее лошади. Я был поражен, увидев результат пидбультерьера на радаре-детекторе. Пятьдесят восемь километров в час. Он ускорялся на относительно короткой дистанции, но набрал скорость очень быстро. Вот животное со сравнительно короткими лапами, которое бегает действительно быстро. Череп гейнодона, наверное, был раза в два длиннее черепа этого животного, но, думаю, скорость гейнодона была примерно такой же. 56-58 километров в час. И он сравнительно легко ловил добычу. Но лошади были не единственными быстроногими пунктами его меню. Туда также входили верблюды. Эти маленькие родичи современных африканских верблюдов составляли основу рациона гейнодона. В Бедленде есть места, где мы находили образцы верблюжьих костей. Возможно, эти животные были съедены гейнодонами. Верблюды бегали быстрее лошадей. Имея заметное преимущество в размере, гейнодон мог использовать массу тела, чтобы выиграть эту гонку. Гейнодону было сравнительно легко его нагнать и нанести удар. А когда тот оказывался на земле, все было кончено. В этой местности обитало так много разных животных, что гейнодону постоянно приходилось менять свою стратегию охоты. Поймать лошадь не все равно, что ловить ориодонты или преследовать носорогов. Безрогие носороги были самыми крупными животными, с которыми имел дело гейнодон. И с ними было сложнее всего. Вообще, большинство носорогов Северной Америки входят в число самых крупных животных в этой местности. Вряд ли много хищников могло с ними справиться. Носорог был привлекательный, целью ноги и надон был маловат, чтобы сбить его с ног. Он, наверное, сосредотачивал на нем свое внимание, а потом бросался в погоню. Скорее всего, он бежал и хватал животное за заднюю ногу своими мощными челюстями, чтобы его покалечить. Им надо было соблюдать осторожность, чтобы зверь не ударил его ногой, но он подбирался с боков, где шкура тонкая. Тогда жертва начинала терять кровь, и становилась слабее. Но после убийства очередной добычи все менялось. Гейнодон сам становился мишенью. Бесплатной пищи ждал свирепый интеллодонт. Зубастый зверь, весом 270 килограммов, которого специалисты называют адской свиньей. Будь вы каким-нибудь животным, живущим в этой местности, и увидев подобное существо, думаю, вы бы пошли в противоположном направлении. Гейнодон обладал тем, что нужно было интеллодонту, и ни один из них не хотел делиться. Убить жертву было для Гейнодона несложно. С исключительными навыками охоты и острыми, как бритвы, зубами этот хищник мог поймать любую добычу, которую хотел. Удержать ее было совсем другим делом. Гейнодон не отдаст тушу без боя, он хочет ее сохранить. Он приложил много сил, чтобы добыть этого зверя, и уступать его он не собирается. В основном архиатерий питался падалью. В Бетленде, в Северной Дакоте, найдены доказательства в виде окаменелостей, судя по которым эта свирепая свинья предпочитала мясо носорогов. Поэтому, когда Гейнодон убивал носорога, ему грозила опасность. Энтелодонт обладал способностью находить трупы носорогов при помощи чрезвычайно развитого обоняния. На мой взгляд, ситуация, когда Гейнодон убивал добычу, а архиатерий появлялся на месте событий, чтобы ее украсть, вполне возможно. Но Гейнодон наверняка решал защитить свою пищу. Свинья представляла реальную угрозу, так как ее огромный череп весил около 22 килограммов. В этой битве у Энтелодонта было заметное преимущество в размере. Около 120 сантиметров в холке. Свинья весила примерно 270 килограммов. В Гейнодоне роста было около 90 сантиметров, а веса менее 70 килограммов. Гейнодон был быстрее, и его зубы были острее, но свинья могла раскрывать пасть достаточно широко, чтобы разбить ему голову. Доктор Муллетт обнаружил ископаемые свидетельства в виде сломанной плечевой кости Гейнодона. Возможно, он получил эту травму в битве с Энтелодонтом. Она сломана прямо здесь, и лопатка, лопаточная кость стала короче процентов на 30. Доктор Муллетт считает, что лишь одно животное могло нанести подобную травму Гейнодону. Плечо Гейнодона и череп антелодонта находились примерно на одном и том же уровне. Эти доказательства в виде окаменелости редкая возможность представить, какой могла быть битва между двумя этими высшими хищниками. Гейнодон должен был действовать быстро. Ему надо было не попасться в челюсти архиатерия. Стоило ему ухватить Гейнодона своей пастью, и битва была вечна. Может, Гейнодон и был быстро настолько, чтобы нанести какой-то вред, но размер свиньи решал исход дела. Энтелодонту надо было всего лишь повернуть свой огромный череп, тот самый череп весом более 22 килограммов в сторону и нанести удар этими большими выступами. И все, лопатка была раздроблена. Конкретно в этой битве кажется, что Гейнодон едва унес ноги. Лопатка была сломана, но животное по-прежнему могло двигаться сильно хромая. У бы ученых сходятся во мнении, что Гейнодон не обладал арсеналом, чтобы сдержать голодного Энтелодонта. Но, судя по другим свидетельствам, в виде окаменелостей Гейнодон не боялся охотиться на детенышей свиней. Когда этот зверь был маленьким, Гейнодон хватал его за морду. Вот тут, где кость зажила, виден свет. Еще один есть с другой стороны, спереди на нижней челюсти, сзади на нижней. Он хватал этого Энтелодонта за морду и тряс его, но не убивал. Поскольку череп бойся от взрослой особи, можно сделать вывод, что маленький Энтелодонт все-таки выжил после этой зверской атаки. Окаменелости, на которых были бы свидетельства таких ужасных столкновений, совсем мало. Каждый раз, когда палеонтологи находят кость, поврежденную хищником, перед ними открывается дверь в этот жестокий мир. В 2006 году доктор Джон Хогонсон начал расследование гибели Дениктиса, древней саблезубой кошки. Главным доказательством в данном случае служил череп возрастом 30 миллионов лет. На черепе остались проколы от зубов, и нам стало интересно. Мы решили узнать, какое животное могло нападать и охотиться на такую кошку. Дениктис был опасным хищником, связываться с которым не хотел никто. У него были большие саблевидные зубы, которыми он перерезал горло жертвы. Какое бы животное не убило эту кошку, оно, наверное, схватило ее сверху, а может и снизу черепа. Вполне возможно, что это был смертельный удар. Не видно, чтобы эти следы от полотых ран зажили. После случившегося она жила недолго. Доктор Хоганссон привез череп кошки доктору Джиму Мартину, сотруднику школы горнорудного дела в городе Рапид-Сити, что в Южной Дакоте. Они хотят попробовать слечить следы зубов самых разных хищников, представленных в коллекции. За короткое время были исключены двое главных подозреваемых. Это энтелодонт. Зубы чересчур большие, его мы вычеркиваем. Теперь давай проверим еще одного Дениктиса. Может, тут имело место какое-то соперничество? Мы подумали, что этого зверя убила другая кошка того же вида, другой Дениктис. И я представлял себе масштабную битву между этими кошками. Саблевидные зубы кошки не соответствуют ширине колотых ран на черепе. Еще один подозреваемый исключен, и они переключают внимание на гиенодона. Эти колотые раны действительно соответствуют зубам гиенодона. Все три колотые раны соответствуют колыкам гиенодона. Каким-то образом, этот хищник с острыми как бритва зубами одолел кошку. Думаю, нападение было внезапным. Наверное, гиенодон застал кошку врасплох. Ведь она, вероятно, во многом была быстрее гиенодона. Наверное, гиенодон подобрался к ней и нанес укус, сразу пронзив черепную коробку и глазницу, сокрушительный удар. Потом он, должно быть, быстро отодвинулся и нанес очередной укус животному. Судя по ископаемым доказательствам, гиенодон был одним из высших хищников на протяжении более чем 20 миллионов лет. Но в начале миоцена, где-то 22 миллиона лет тому назад, у него появился новый соперник. Амфицианид. Эти свирепые гибриды с телом размером со льва должны были вот-вот бросить вызов гиенодону в борьбе за корону высшего хищника Северной Америки. Около 20 миллионов лет тому назад в результате эволюции сформировался самый доминантный из когда-либо существовавших видов гиенодонов гиенодон ужасный. Судя по палеонтологической летописи, в Северной Америке этих зверей было очень много. Но в эпоху миоцена жизнь для существ с челюстями в виде гиенодона становилась труднее. Их гибели способствовали многочисленные факторы, первый из которых — изменение климата. Говоря о вымирании гиенодонов, следует упомянуть, что около 20 миллионов лет тому назад менялся сам мир. Среда обитания стала более открытой, луга заросли кустарниками, а поросли и густых лесов, в которых происходило формирование гиенодонов, становилось меньше. Из-за похолодания ландшафт стал более открытым, и мест, где еще можно было спрятаться, выслеживая добычу, стало меньше. Охотиться из-за сады теперь было труднее. К тому же, по прошествии миллионов лет эволюции, звери, на которых они охотились, стали больше и быстрее. 20 миллионов лет тому назад осталось не так много животных, которых мог поймать гиенодон. Многие верблюдов, лошадей и многих групп животных, которые очень долго обитали в Северной Америке, стали длиннее, и они теперь бегали гораздо лучше. Они приспособились и уже могли перегнать древних хищников вроде гиенодона. Итак, эти более развитые животные бегали быстрее гиенодона, не затрачивая дополнительных сил. И на наш взгляд, это был один из факторов, приведших к вымиранию гиенодонов. Если хищник должен затрачивать больше энергии для ловли добычи, чем он получает от поедания туши, у него происходит потеря сил, что снижает его способность к репродукции. Если с каждым поколением потомство все меньше, вид вымирает. Другим экологическим фактором было превращение ландшафта в луга. Это оказало огромное влияние на ориодонтов, которые были одним из главных источников пищи гиенодона. Ориодонты не ели траву, стоило им начать питаться травой, и их зубы бы истерлись. Они, наверное, умерли от голода. Окружающий мир менялся радикально, но у гиенодонов не было достаточно умственных способностей, чтобы адаптироваться. Единственная действительно интересная часть у гиенодона — это вот эта новая кора. Она у него такая маленькая, что можно предположить, что гиенодон был скорее движимым стинктом и стереотипным поведением. У многих зверей, на которых охотился гиенодон, стал быстро формирующим сформироваться крупный мозг, а мозг гиенодона расти перестал. И со временем он оказался за пределами кривой развития умственных способностей. Вполне вероятно, что гиенодон, учитывая его маленький размер мозга, не обладал умственными способностями, чтобы приспособиться к меняющемуся поведению животных, которые теперь от него убегали и узнавали в нем хищника. Исчезновение многих зверей, на которых он охотился, не могло пойти ему на пользу. Но в 4800 километрах к северу от Великих Равнин еще более страшная угроза меняла мир гиенодона. Впервые со времен еще до появления динозавров начали формироваться полярные ледяные шапки. Эти полярные ледники брали воду из океана, что привело к понижению уровня моря и образованию сухопутной перемычки между Россией и Аляской. Получив этот новый путь, амфициониды стали мигрировать из Азии в Северную Америку. Считается, что они перешли по сухопутному мосту через Берингов пролив, когда он был не слишком большим, и животным было сравнительно просто пройти по Сибири через Берингов пролив, а оттуда прямиком через Канаду к другим районам Северной Америки. Амфициониды были чрезвычайно опасны. Они обладали массой медведей и скоростью и хитростью волка. Если вы внимательно посмотрите на это животное, вы поймете, что оказаться перед ним очень страшно. Его клыки одни из самых больших, что были у хищников, когда-либо живших на Земле, не считая соблезубых видов. У гейнодона было мало шансов защитить добычу от амфиционида. Амфиционида Глядя на крупного гейнодона, например, вот этого, становится ясно, что его размеры не идут ни в какое сравнение с самыми крупными амфиционидами. Вот этот большой амфиционид, конечно, был способен одержать верх над любым гейнодоном в ближнем бою. Что касается охоты, амфициониды быстро доказали свое превосходство. Это куда более развитие животное по сравнению с гейнодоном. Помимо крупных размеров и длинного тела, этот зверь, безусловно, мог передвигаться гораздо быстрее гейнодона. Это существо могло убить любое животное, жившее в то время. Амфициониды убивали много разных зверей, вырывая пищу прямо из пасти гейнодона. Максимум, на что мог надеяться гейнодон, это питаться падалью, подбирая остатки после того, как амфициониды оканчивали прием пищи. А это не могло поддержать их жизнь. Здесь действует так называемый принцип конкурентного исключения, по которому два вида и не могут занимать одну и ту же экологическую нишу в одно и то же время. Это все равно, что строить два ресторана Макдоналдс рядом друг с другом на одной улице. Они будут держаться за счет одной и той же клиентуры и либо объединяться, либо прекратят свою деятельность. Величение популяции амфиционидов стало последним гвоздем в крышку гроба гейнодона. Гейнодоны вымерли примерно в то же время, когда появились эти огромные амфициониды. Поэтому, на мой взгляд, было бы разумно предположить, что эти крупные, развитые, очень быстрые и эффективные хищники привели к вымиранию гейнодона. По сути, гейнодоны отжили свое. Они пережили времена, когда были годными, и их заменили более крупные, быстрые и умные, плотоядные вроде волков и кошек. Большинство видов млекопитающих живут не больше пяти миллионов лет. гейнодоны гейнодоны выживали на протяжении более чем десяти миллионов лет. Этот удивительный зверь смог жить припеваючи и доминировать благодаря силе челюстей. Его господство объясняется этими челюстями. У гейнодона ужасного были самые сильные челюсти из всех животных, живших в то время. У этого зверя была удивительная сила укуса во всех отношениях. Гейнодон кусал куда сильнее, чем какое-либо животное, живущее сегодня. Гейнодон создал царство террора при помощи одной лишь головы. Он доминировал благодаря этому единственному смертоносному оружию, которое могло справиться с добычей за считанные секунды. Его мощный укус, острыми как бритва зубами, оставил в истории след, подобного которому не будет никогда. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова